добрый день в эфире телеканала универтв передача под парашютом а это значит что вы находитесь под защитой экспертных знаний наших гостей как под парашютом я яковлев валерий студент третьего курса института управления экономики и финансов и сегодня у нас в гостях кандидат экономических наук доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения института управления экономики и финансов казанского федерального университета салмина светлана витальевна добрый день добрый день тема нашего выпуска будет звучать если говорить на специализированном языке то налоговые вычеты а на простом где мы теряем наши деньги отлично ну и спрашивается что такое налоговые вычеты если говорить простым языком то налоговую вычет это некое преимущество да это некая возможность который может воспользоваться человек физическое лицо как мы говорим да относительно налогового кодекса но важно понимать что налоговым вычетом может воспользоваться человек только который официально трудоустроен в первую очередь, то есть это очень важно понимать, что человек должен иметь официальный доход, желательно, конечно, стабильный, для того, чтобы за год, поскольку налоговый период у нас год, у физического лица сформировалась база, с которой можно получить вычет. То есть тут важно поднимать, на практике очень часто возникает желание у физических лиц получить вычет, потому что что-то слышали, где-то что-то прочитали, где-то что-то узнали, но при разборе конкретного кейса мы узнаем, что физическое лицо официально нетрудоустроено, к сожалению, такое бывает, или является индивидуальным предпринимателем, предположим, и не уплачивает конкретно налог на доходы физических лиц. И вот в таком случае, к сожалению, вычетом воспользоваться нельзя. Во всех остальных случаях вычет это огромное преимущество, которое нам предоставляет государство, о котором мы можем прочитать в нашем любимом налоговом кодексе, естественно, да, вы прекрасно знаете, налоговом кодексе Российской Федерации, и, собственно, воспользоваться им. Да, и тут интересный момент. А какие они бывают, в принципе, эти самые налоговые вычеты? На что их можно сделать? На самом деле разнообразие вычетов у нас достаточно существенное. Первый вычет, базовый вычет, с которым так или иначе сталкиваются все физические лица, опять же, официально трудоустроенные, это стандартный. Стандартный, я думаю, что... Название говорящей. Да, название говорящей, оно присуще почти всем, и поскольку у нас с вами такой формат диалога более, да, простого, так скажем, именно беседы, то чуть отступлю от формулировок налогового кодекса, да, и расскажу, как мы в бытовом плане привыкли их называть. То есть у нас есть вычеты на себя стандартные и вычеты на детей. Да. На себя вычеты это 500 рублей или 3000, да, и это зависит от категории физического лица. И вот здесь, кстати говоря, не могу не сказать, что важно не путать стандартный налоговый вычет с некими социальными выплатами определенным гражданам в зависимости от их категории. То есть здесь все-таки речь идет про то, что из дохода физического лица какая-то сумма автоматом вычитается. Ну, например, да, предположим, если у нас лицо трудоспособно, официально трудоустроено, получает зарплату, и с этой зарплаты уплачивается НДФЛ, и если физическое лицо, например, собственно, перенесло лучевую болезнь, да, предположим, это одна из категорий лиц, которым положен этот вычет, стандартный на себя, то тогда работодатель, да, работодатель у нас в этом случае выступает кем? Контрагентом, то есть налоговым агентом. Налоговым агентом, да. Он вычитает у него, там, 500 рублей или 3000 рублей в зависимости от категории. Сам, автоматом, и физические лица об этом не знают. А изначально физическое лицо же должно ему предоставить какой-либо документ, подтверждающий? Подтверждающий, да, все верно, потому что вычеты все носят так или иначе заявительный характер, да, то есть для того, чтобы работодатель вообще знал, что положен физическому лицу тот самый вычет. А стандартные вычеты на детей здесь тоже как бы заявительный характер, на самом деле, да, преимущественно у нас имеет место быть. Это когда у работника есть один ребенок или двое детей. Что замечательно. Да, или, может быть, трое детей, что еще лучше. Еще лучше, для нашей демографической ситуации. И чем больше, собственно, тем лучше. И важно, что ежемесячно, абсолютно ежемесячно, работодатель уменьшает сумму получаемого дохода на этот размер вычета, да. То есть если один ребенок, то 1400, да, если два, там, 2800. Начиная с третьего... По 3000. По 3000. Приятный бонус. Да, бонус приятный. Поскольку все-таки налоговый кодекс, он у нас социально ориентирован, да, так или иначе, есть момент вот этой поддержки и демографии, вот выраженный через такой элемент. И, соответственно, там, 5800, да, и так далее. Но здесь важно понимать, что все-таки законодатель вводит некое ограничение, да. Но достижение какого дохода, на достижение какого дохода работодатель может вычитать, собственно, эти суммы вычетов. Да, то есть делать сумму, с которой бы брался налог, меньше, просто, грубо говоря. Да, все верно. То есть есть все-таки ограничение в 350 тысяч рублей, да, 350 тысяч рублей имеется в виду в год. То есть, грубо говоря, если доход, опять же, официальный, легальный, белый доход физического лица, там, в месяц, ну, не знаю, давайте, 50 тысяч рублей, да, для легкого расчета, то там по истечению уже июля месяца... Семи месяцев? Да, семи месяцев, да, то есть мы 350 поделили на 57 месяцев, то уже, как бы, получается, идет превышение. И, к сожалению, уже вычитаться не будет, да, и предоставляться вычет не будет, потому что есть такое установленное ограничение. Хотя научное сообщество и практики очень много пишут и говорят о том, что нужно уже этот порог, конечно, увеличивать, да, потому что все-таки 350 тысяч рублей – это сумма не индексируемая на сегодняшний день. Ну, с учетом уровня инфляции, естественно, все, что съедает наши, так скажем, средства, да. Ну, это очень интересно, поскольку в разных налоговых системах других государств, если там брать Германию, еще другие, таких вычетов, конечно, можно найти относительно, и эта система будет. Но у нас, что ли, отличается большим разнообразием, предусмотрительностью? Да, можно так сказать, то есть у нас достаточно много возможностей, так скажем, для получения вычетов налоговых, да, и это мы с вами говорим только про стандартные. Не говоря уже про другие, которые у нас есть, и которые мы обязательно разберем. Даже в стандартных сколько возможностей, да, но кто-то, например, ведь имеет такую, собственно, легкую небрежность, назовем это так, и не оповещает работодателя о том, что, предположим, там, появился ребенок, да, или пополнилось количество детей в семье. И иногда мы сталкиваемся с ситуацией, мы, я имею в виду сообщество налоговых консультантов, да, мы сталкиваемся с ситуацией, когда человек не получает этот вычет. То есть, например, получает на одного ребенка, да, 1400, а за второго не идет прибавление еще на 1400, потому что, особенно если компания крупная, физическое лицо просто не оповестило. Работодатели, да, работодатели, там, особенно если бухгалтерия находится в другом здании, еще что-то, просто даже не знает об этом. И фактически, где мы теряем деньги, да, вот ежемесячно, вот они, пожалуйста, в натуральном выражении. Ну, хотелось бы услышать в вашем исполнении именно, что ли, манифест налогоплательщика, человека, который пользуется социальными благами, которые предоставляет наше государство. Да, я очень люблю говорить, да, и не устану повторять потрясающую фразу из пьесы «Школа налогоплательщиков», которую мы немножко переложили на налоговый склад, потому что там говорится, на самом деле, про финансы в целом, но относительно налогов это работает потрясающе, да, из серии. И тот, кто не знает налоги, платит за тех, кто знает их слишком хорошо. Вот лучше не скажешь, правильно? И очень часто в практике, поскольку я не только теоретик, да, по своему роду деятельности, но и совмещаю с практическим аспектом, и, соответственно, налоговые споры, и консультирование, мы очень часто сталкиваемся с тем, что фактически, да, получается, что если лицо не пользуется каким-то вычетом, то это значит, что человек просто не хочет. Опять же, если опускать это на бытовой план, не знает, не в курсе, не услышал, не умеет, то есть эти все категории, они, ну, относительны, потому что фактически, да, при работе с налоговыми органами позиция такова. Не хочешь, не пользуешься. Теперь немножечко затронули, наверное, по инвалидности все-таки тоже имеет значение. Здесь, на самом деле, с точки зрения налогового кодекса, у нас есть только один нюанс, имеется в виду в части стандартного вычета, это увеличенный размер, да, это либо 12 тысяч рублей, если ребенок, инвалид с детства, это ежемесячно, да, вычитается из дохода 12 тысяч рублей, либо 6 тысяч рублей, если это ребенок на попечение, ну, скажем, в приемной семье, да, то есть когда родители выступают все-таки опекунами или попечителями. Сумма достаточно существенная, но здесь вот на что хотелось бы обратить внимание, это зачастую, когда вот мы говорим 1400, да, там, 3, там, 2800, не знаю, любая цифра, которая звучит, она зачастую воспринимается вот в своем как бы абсолютном выражении. Но важно понимать, что фактически, да, в итоговом остатке это вычет, умноженный на 13%, да, преимущественно. То есть вот при расчете очень часто бывает такое недопонимание, потому что кажется, что 1400 же, но 1400 или там 12 тысяч, да, в случае, если есть свои особенности, что это сумма, которая вычитается из базы, из базы это из дохода, да, то есть как бы в чистом выражении. И немножко вот ожидания с реальностью бывают, не совпадают. Так как, по сути, первое мое разрушение моих ожиданий, когда я был официально трудоустроен, это было именно расчет НДФЛ, когда я получаю зарплату и вижу в документе, так, мне вроде должно быть 40 тысяч, но это и минус 13%, я получаю уже не 40, а получаю поменьше. И это было относительно как-то, ну, таким чувством, знаете, вот, который не испытывал до этого, и даже не можешь его как-то охарактеризовать, потому что я все-таки выполнил свою социальную роль. Конечно, во-первых, социальная роль, во-вторых, собственно, конституционную обязанность это вы исполнили. Важно, да. Это очень важно, что каждый обязан платить законам установленные налоги и сборы. И ведь, обратите внимание, государство нам и дает вот эту возможность, да, не потерять наши деньги, если говорить в продолжении названия, собственно, нашей сегодняшней встречи. Именно если ты исполняешь, да, свой долг, свою обязанность, то вот тебе возможность воспользоваться и, собственно, получить что-то назад. Правную налоговую вычет. Замечательно, то есть, да. И теперь хотелось бы задать следующий вопрос. А пользуетесь ли вы налоговыми вычетами? Ну, это каверзный, конечно, вопрос. Потому что, естественно, пользуюсь, конечно. Другого ответа мы не ожидали. Да, несмотря на то, что мы привыкли жить, да, с точки зрения сапожника без сапог, и это тоже имеет место быть. Но, конечно, пользуюсь. То есть, на самом деле, декларационный период и все, что касается вот и серии февраль, март, апрель и дальше, если люди как бы хотят, да, получить вычет, это очень насыщенный период моей жизни. Тут как бы нечего скрывать, все мои близкие знают об этом, потому что мало того, что я сама пользуюсь вычетами, конечно, и все члены моей семьи, естественно, автоматом тоже пользуются вычетами. У них нет вариантов других. Ну, как бы такой специалист в семье, как не воспользоваться-то? Да, ну и плюс уже эти связи, они обрастают. На самом деле, очень много друзей, знакомых, 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 которые вот и консультируются, на самом деле, постоянно. И я считаю, это некой социальной миссией, пусть будет так, да, об этом рассказывать и подсказывать, где можно действительно получить вот эту возможность воспользоваться вычетом, опять же. Потому что иногда кажется, что это сложно, да, да, там какие-то документы надо собирать, да, 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 мне все равно ничего не дадут. Вот эти стереотипы, они на сегодняшний день, на самом деле, абсолютно изжили себя. И, как бы, наверное, это немножко грубовато звучит, но... Ну, не совсем правдиво, чем были честны. Да, но тем не менее, потому что все заполняется электронно, никакого личного воздействия, то есть не нужно никуда ходить. Очередей. Конечно. То, чего действительно мы боимся, когда идем в ту же самую больницу, то есть пытаются получить медицинскую помощь. Это правильно, да. Вот в качестве такого примера, поскольку мы находимся в городе Казани, это не, к слову, о налоговых вычетах, но просто дать именно разобраться в этой ситуации, когда человек, казалось бы, обладает своими правами, может сократить свои расходы, но не пользуется этим. Так или иначе, пользуясь автобусом, метро, в нашем замечательном городе, предоставляется, можно так сказать, скидка в 8 рублей при оплате телефона, то есть, грубо говоря, через систему МИР, именно не через карту, а мобильным средством. Многие люди об этом не знают. Уже прошло 3 месяца с момента введения этой системы, а люди не пользуются. К слову, о финансовой грамотности. Ведь так или иначе, любая тема, которую мы затрагиваем, так иначе направлена на то, чтобы поднять уровень финансовой грамотности наших зрителей. Так и есть. И вот, кстати говоря, я тоже вспомнила историю, опять же, своей жизни. Я очень люблю рассказывать историю своей жизни, так уж получилось, что много людей уже знают, в принципе, о том, что у нас происходит. И у меня в семье, у родственников трое детей. И это сейчас в налоговом кодексе есть возможность освобождаться от налогообложения имущественным налогом, налогом на имущество физических лиц, при наличии трех и более детей в возрасте до 18 лет. То есть это принципиально важно. Раньше в кодексе именно федеральные закрепленные льготы, или преференции, можно сказать, не было. Ну и, собственно, и нет, и нет. Но мне же интересно, потому что я в этой сфере работаю, и когда мы начали задаваться вопросом, а может быть, это как-то лькатируется, я нашла постановление муниципалитета, это Зеленодольский район, согласно которому депутаты ежегодно голосовали на местном уровне об освобождении от налогообложения категории семей многодетных в этом случае. Но вопрос, кто знает об этом? Лично я не знал. Я бы тоже не узнала, если бы не сложилась ситуация. То есть я просто знала, что надо посмотреть, и, скорее всего, может быть какое-то такое социально направленное послабление. То есть это на сегодня уже все так или иначе знают. Или если не знают, то, может быть, узнают после сегодняшней передачи. Потому что это льготы федерального плана. То есть она обозначена кодексом, она закреплена, и все, понятно, достаточно описано, опять же, в заявительном порядке. Но получается, какое количество лет, да, огромное количество семей могли пользоваться этой льготой. И сэкономить приличное количество денежных средств. Конечно. Но не пользовались и фактически теряли эти деньги, потому что просто не знали. И мы возвращаемся опять к истории, что если не знал, это не значит, что тебе кто-то препятствует. Это означает, что ты не хочешь этим пользоваться. Не умеешь, возможно. Грубо говоря, не заинтересован в том, чтобы сократить свои расходы. Да. Конечно же. Да. Ну вот какими вычетами, исходя из вашей многолетней практики, чаще всего именно пользуются люди? Не пренебрегают им, естественно. Ой, но самый популярный – это имущественный вычет, конечно. То есть о нем знают, мне кажется, все. Хотя у имущественного вычета очень много нюансов внутри с точки зрения его расчета и правил применения вообще вычета имущественного. Но так или иначе про него знают все. Это вычеты, которые на покупку или на продажу недвижимого имущества. Когда, конечно, мы продаем, и если мы не владели достаточное количество лет, назовем это так, потому что сейчас разброс достаточно большой. И если раньше это было для всех три года и точка, то сейчас вариации разные. Это может быть три года, это может быть пять лет, в зависимости от условий и выполнения этих условий. Да. И вот в случае продажи здесь все переживают, лишь бы не заплатить налог. Ну, конечно. Ты хотела 3 миллиона, допустим, продать за 3, а получилось, ну, поменьше. Ну, поменьше. Да, еще и декларацию надо подать, еще и налог заплатить. Вот. И поэтому про него знают, но его больше опасаются, да, то, что касается продажи. А на покупку вычет, которым, конечно, хотят воспользоваться все и стараются очень воспользоваться все. Единственное, что это иногда люди просто забывают со временем. Ну, то есть, думая, что я купил объект, я могу воспользоваться вычетом, да, размер у нас 2 миллиона рублей. Опять же, 2 миллиона звучит потрясающе. Вообще не говорит. Но надо понимать, что в натуральном выражении это все-таки 13 процентов от 2 миллионов, да. Что является немалой суммой. Да. 260 тысяч рублей. Очень существенная сумма. Тут вообще трудно не согласиться. Но не все знают, именно как бы, что для этого необходимо. То есть, слышали где-то, и там, ну, я купил квартиру, я в следующий раз воспользуюсь, да, или я сейчас не готов этим заниматься, а я потом воспользуюсь. Потом может уже не наступить. Может измениться законодательство, да. Могут измениться вообще заданные параметры и условия. Надо понимать объективно, да, как бы с точки зрения уровня инфляции, в том числе и вообще, вот, скажем, текущего финансового положения домохозяйства, даже, возможно, не одного человека, как стоит распределиться этими средствами. Плюс все знают про 2 миллиона рублей, да. Но ведь у нас еще есть вычет, если имущество приобретено с привлечением заемных средств. Да. Достаточно срого прописано, естественно. То есть, опять же, все регламентировано. 3 миллиона рублей, да. Опять же, то есть база с точки зрения процентов за пользование, да, заемными деньгами. Это хорошие суммы. В первый раз, если человек ни разу не подавал декларацию, да, ни разу не собирал подтверждающие документы, это может быть... Может быть, немножко болезненно, пусть будет так. Да, то есть не столько трудно, сколько вот надо вот себя пересилить, вот это все собрать, отсканировать, там, значит, в папочку сложить, я имею в виду, в электронную, да, ну, понятно, что и так документы сложные. Все это, значит, сложить, все это загрузить иногда получается не с первого раза. Бывает, я сама подаю очень много деклараций, ну, вот опять же, да, за родственников и друзей. И бывает, что ты только все-все-все загрузил, и там что-то произошло, не знаю, со связью с сервером, и все упало. Но это стоит того, потому что, во-первых, это же деньги, которые вернутся на карту. Да, которые можно будет потратить на какие-либо нужные нам вещи. или влага. Это да, конечно. Очень интересно, просто вот эта боязнь, я не знаю, как будто бы, если ты отправил документы и допустил ошибку, у тебя была одна попытка за год. Все, ты не можешь больше этим воспользоваться, хотя это не так, естественно. Вы можете подать уточненную декларацию, и все будет нормально. Поэтому не стоит этого бояться, пробуйте. Как очень хорошо сказали про первый опыт. Очень часто в нашей жизни какие-то нововведения преследуются таким болезненным порой опытом, а потом мы это делаем не задумываясь. Абсолютно. И даже вот меня очень часто спрашивают в этой серии, может быть, кому-то обратиться. Да, бывает такое, что если у человека, например, очень ограничен временной ресурс, очень плотный график, тогда куча возможностей и предложений, опять же, тех же консультантов налоговых, которые в принципе, постоянно, так или иначе, мне кажется, бывают в поле зрения или на работе, или в дружеских коллективах, могут помочь это сделать. Но я всегда призываю за то, чтобы попробовать сделать самому, если честно. И сэкономить деньги. Сэкономить деньги, в первую очередь, да. Во-вторых, это же новая компетенция, новый скилл, в этой части, что я теперь могу подать налоговую декларацию. У меня очень много знакомых, которые, прислушиваясь, проходят этот путь самостоятельно, и на самом деле мне радостно потом, там, спустя год или следующий год, когда они уже продолжают это делать сами. Но это же маленькие победы, что я вот теперь вот это могу сделать, а дальше я могу еще кому-то это посоветовать, да, еще кому-то рассказать. И так, собственно, людей, которые теряют свои деньги, становится все меньше. И таким образом финансовая грамотность растет. Рассказал одному, он рассказал другу и семье, и так мы построим общество, которое будет пользоваться всеми. данными государственными благами, коих, не будем скрывать, достаточно много. И не только в системе, естественно, наших вычетов. Ну, а теперь хотелось бы затронуть следующую тему, наверное, такую, а что касается мошенничества в этой данной сфере? Ой, мошенничество в сфере вычетов, имеете в виду? Конечно. Сейчас вот просто наш зритель слушает и думает, так, 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 а что касается этого? Есть ли злоумышленники, которые пытаются как-то использовать данные, найти лазейки какие-либо? Да, если честно, мне кажется, в любой, на самом деле, сфере деятельности, да, вот этот аспект мошенничества, к сожалению, ну, недобросовестности в своей части, он присутствует и, ну, много, да, много разных фактов и случаев, и, поскольку уж так сложилось по роду деятельности, что я очень слежу за информационными каналами налоговых органов, очень много даже на федеральном уровне, да, аспектов, что коллеги, уважаемые друзья, все сообщения, которые вам поступают, там, с определенным текстом, да, что-то вести, что-то указать, где-то, что-то вообще на сторонних ресурсах, например, зафиксировать, что это не от, ни в коем случае не от налоговых органов, да, ни в коем случае, потому что все, что нам необходимо, на самом деле, с точки зрения прозрачности нашего общения и вот исключения рисков каких-то наступлений неблагоприятного события, это личный кабинет налогоплательщика. Кое может воспользоваться абсолютно каждый? Абсолютно каждый. Если раньше действительно был момент, что чтобы получить логин, пароль, надо сходить, да, собственно, в налоговую службу, сейчас тоже, чаще всего, это самый удобный, на самом деле, путь, то есть прийти абсолютно в любой налоговый орган, попросить сгенерировать первичный логин и пароль, а дальше можно заходить как угодно и через госуслуги, и даже можно зарегистрироваться через госуслуги, просто не у всех технически это получается, да? Да. Все. Вся информация, вся переписка, все необходимые манипуляции только через личный кабинет налогоплательщика на, понятно, проверенные ссылки, да, то есть там налог.gov.ru То есть они у нас все, собственно, сайты федеральных ведомств, они с вот этим стандартным, типовым, так скажем, названием, да, я, например, в поисковой строке вообще забиваю просто налог.ru, да, и, собственно, первое, которое выходит, единственное, проверяем себя, что это действительно был бы не какой-то копирующий сайт, а, да, сам по себе настоящий налоговый, налоговый службы и личный кабинет, все. То есть, прежде всего, нужно получить, естественно, доступ к личному кабинету. вот нашим зрителям взять на заметку, если вы не имеете доступа к своему личному кабинету налогоплательщика, обязательно получите к нему доступ, либо восстановите, но в любом случае вам это будет нужно, это необходимо. Это необходимо. Уже никуда. Да. Сейчас мы затронули тему именно мошенничества, то есть, ну, как говорится, недостоверность информации, то есть, что уже идет. Какими материалами, источниками человеку вот лучше всего пользоваться при исследовании данной тематики? Мы просто хотим раз это вот сказать, чтобы это было. Где смотреть все изменения? Вот где самая достоверная информация, которая сможет воспользоваться? Ну, конечно, я не могу не сказать про налоговый кодекс Российской Федерации, да, опять же, это моя любимая настольная книга, я очень люблю все это отслеживать, но давайте ближе к реальностям жизни, да, говорить о том, что просто человек, который не связан с финансами или не связан с налогами, уж тем более будет читать налоговый кодекс, ну, как бы мы можем в это поверить, мы можем к этому стремиться, но проще и доступнее будет информация на сайте, опять же, той же налоговой службы, да? налог.gov Да, налог.gov.ru запоминайте. Да, можно посмотреть там информацию по действующим налогам, она вся актуализируется, она разбита по конкретным налогам, по уровням установления, да, налогов, там, федеральные, региональные, местные спецрежимы, там очень много электронных сервисов, и, кстати, не могу не похвалиться тем, что у нашей федеральной налоговой службы в принципе в мире, да, у одних из первых начали появляться такой набор, такое разнообразие, такое количество вообще электронных сервисов, то есть их там больше 60, это точно, возможно, уже еще больше, потому что они под текущие реалии появляются постоянно, они все работают, да, очень часто, даже вот те же льготы, те же возможности воспользоваться вычетами, все можно посмотреть, ну и личный кабинет дальше как подсказка, потому что декларация удобнее всего подавать через личный кабинет налогоплательщика, опять же, бесплатно, электронно, да, доступно, из любой точки, и не нужно там никаких особенных вообще аспектов, там кто-то переживает, что нужна ЭЦП, например, да, электронная цифровая подпись нужна, но федеральная налоговая служба разработала возможность генерации и хранения этой подписи у них же на сервере. Это вот к сфере именно относится к вопросу цифровизации, вот именно, да, таким образом мы сокращаем в принципе обслуживание штата сотрудников и можем не выходя из дома сделать все, что нам нужно, в том числе и подать документы на получение налогового вычета. Да, да, и всем рекомендуем делать это именно так, комфортное время, да, собрали все документы, зашли в личный кабинет и потихонечку, потихонечку, то есть настолько продумано пошаговое заполнение декларации, что зачастую, мне кажется, даже ничего дополнительного не потребуется для базовых возможностей. Вот социальные налоговые вычеты, например, да, это и серии лечения, обучения. Вот как раз-таки предвосхитили следующий вопрос. Начинаем. Да, почему? Про них сразу вспомнила, потому что ими пользуются, вот про имущественные все знают, да, как мы разобрали, все хотят так или иначе воспользоваться, сумму привлекательную, а про социальный налоговый вычет им пользуются, наверное, почаще. Опять же, кто знает, конечно, но почаще, да, это истерия, если, ну, из наболевшего зубы полечили, да, например, суммы все-таки большие, тратятся, ну, или еще на любые другие медицинские услуги лицензируемые, да, и, соответственно, можно, опять же, через личный кабинет это все очень просто сгенерировать и подать. Декларацию, я имею в виду, подтверждающие документы. Да, вот именно подтверждающие, а вот что вы подразвиваете под подтверждающими документами, именно, чтобы наш телезритель мог уже вести полнейший учет документации и в дальнейшем отправить его эту, и, естественно, налогового органа это не вызвало бы никаких вопросов. Вот, что ему нужно сохранить? Вот, допустим, я пришел к зубному делать зубы, что мне требуется, помимо здоровья, вынести из его кабинета? Да, на старте, получается, это договор, да, который заключает медицинская организация. По итогу, иногда, в зависимости от, опять же, ведения уже учетов в самой медицинской организации, предоставляют акт, то есть, чаще всего договор и акт, и раньше было принято собирать все чеки. Все-все-все-все-все-все-все-все чеки. На сегодняшний день, ну, даже не на сегодняшний, даже уже и в прошлом году, в принципе, года два назад налоговые органы с вами внутренними приказами обозначили, чтобы для подтверждения медицинских услуг достаточно справки. Что мы делаем? Да, например, вот сейчас у нас идет 23-й год, в 23-м году мы получили медицинские услуги соответствующие, в 24-м году пишем, чаще всего на сайтах, на самом деле, опять же, из практики, да, мне нужна налоговая, справка для налоговой. Там справка по форме 1, если это не дорогостоящее лечение. И чаще всего клиники и на электронную почту присылают скан соответствующей справки. Удобно, не нужно, так скажем, складировать где-то у себя, там, в особенную папочку. Абсолютно. Справку прислали, в справке ИНН указан, фамилия, имя отчества указан, код, ну, если дорогостоящее или недорогостоящее лечение указано, сумма вся за год указана, остается только приложить скан и вбить в соответствующее поле декларации. Все. Шикарно. Это шикарно. Это действительно шикарно. Это очень удобно. Про лечение. Обучение имеется в виду, если свое или детей. У нас есть разные вариации. Это когда, например, студенты очень часто берут справки о том, что они обучаются в научной форме обучения в институте. И вы знаете, что я спрашиваю на своих лекциях, уважаемые, вы зачем это делаете вообще? Ну, родители сказали. Зачем сказали? Следующий вопрос. Да, и так мы узнаем про вычты. Это же вот как раз к этому, что когда родители оплачивают обучение ребенка, то он имеет право на получение социального налогового вычета. Чтобы подтвердить, что он является студентом, так скажем, высшего учебного заведения или не только, любой другой образовательной организации на очном в форме обучения, дневной, то есть, естественно. Да. Частенько приходится и не только. Еще для военкомата порой приходится брать данные справочек. Ну вот. Да. Это, конечно, бюрократия бюрократии, а все равно деньги от этого можно какие-то извлечь. Конечно. Ну, то есть, если это обучение ребенка, опять же, с 50 тысяч рублей в год. 13 процентов это 6500 рублей. Деньги немалые. 6500, как бы, это хорошая возможность вернуть. Да, обучение стоит дороже. Как бы, тут опять же, что скрывать, да, понятно, что стоимость обучения растет, но мы надеемся, что и размеры вычета будут как бы расти. К тому же, очень много об этом говорят. Как раз недавно на сайте видел, более 100 тысяч увеличат, то ли в два раза, то ли до 120 аж как-то увеличится именно на образование. Да, потому что 120 тысяч рублей на сегодняшний пока момент это у нас размер вычета за себя. То есть, если я официально трудоустроена, я обучаюсь и плачу за свое обучение в организацию, у которой есть, да, соответствующая возможность предоставлять эти услуги, то я могу сделать вычет со 120 тысяч рублей. Правда, в этот пул 120 тысяч плюсуется и лечение в том числе. Да, то есть 120 тысяч в год, со 120 в год. Ну, это, конечно, сумма достаточно, то есть, скажем, немаленькая, 13 процентов, и мы уже получаем больше 15 тысяч, 15 600. 15 600. Плюс-минус, неплохие деньги. Да, то есть, это, конечно, весомые, именно в статье бюджета расходов уже можно будет направить на что-то нужное. Мы неоднократно будем делать на этом акцент, если, конечно, еще остались вопросы. Теперь другой момент. Вот поговорили о злоумышленниках, который, то есть, слишком, так скажем, мы постараемся воспользоваться нашими лазейками в законодательстве, а вот если поговорить про обычного человека, который подает документы налогового числа, есть ли какие-либо комбинации, то есть, это уже из-за разряда, то есть, вот допустим, если родитель, у него есть ребенок, и он является одиночкой, то есть, либо супруга является, как сказать, его не знают попросту, то есть, он не нашелся на этом шарике, либо ушел из жизни, он получает повышенный вычет на свой, то есть, этого самого единственного ребенка в двойном размере, насколько мы помним. Да, но только это не лазейки, конечно. Не-не-не, да, и вот сейчас помнится, но как только он женится, то есть, сцепает в брак, это уже статья, то есть, в двойном вычете, она исчезает. Вот что-то из этого разряда вы бы могли привести нашим зрителям? Какой-нибудь лайфхак, да, из серии, с чем можно? Из последнего, да, могу привести это социальный налоговый вычет, который предоставляется за посещение фитнеса. Да, то есть, об этом много говорили в тот период, когда только вводился, да, приняли законопроект о вообще введении этого социального налогового вычета, но до сих пор, на самом деле, мало кто пользуется. Есть нюансы, что получить этот вычет можно только посещая физкультурно-оздоровительную организацию, которая есть в определенном списке, да, в определенном утвержденном перечне. Но стоит отметить, да, и важно отметить, что этот список пополняется, обновляется, и я считаю, что это очень хорошая возможность, оплатив, да, например, занятия свои в спортзале или занятия детей в спортзале, воспользоваться данным налоговым вычетом. С точки зрения социального вычета за обучение тоже есть такие нюансы, когда, вернее, в случае, если родители не могут позволить или, скажем, нет возможности оплатить обучение детей или также медицинские услуги, тогда это могут сделать ближайшие родственники с точки зрения брат-сестра. или когда супруг платит лечение супруги. Тоже какой-то один из вариантов. Да, а, предположим, супруга на данный момент еще официально нетрудоустроена и, в принципе, бы не смогла воспользоваться этим вычетом. Но если в договоре указать заказчикам супруга, который официально трудоустроен, у которого, да, исчисляется, удерживается налог на доходы физических лиц, тогда он сможет вернуть. Замечательный пример, конечно. И вот, мы, так скажем, попробовали объять необъятное тему налоговых вычетов. Простыми, непростыми словами, но все-таки, думаю, какое-либо понимание у вас, наверное, сформировалось, дорогие зрители. По крайней мере, наш эксперт приложил все усилия именно Светланы Витальевны, напоминаю. Эксперт по налогообложению и не только, и, в принципе, в сфере экономики. Есть ли вам что добавить к данной теме? Да, на самом деле, тема необъятная, потому что можно еще и про другие вычеты, да, говорить, там, и профессиональные, инвестиционные налоговые, их огромное количество. Но мы же про, скажем, налогоплательщика, который вот может каждодневной своей жизни, да, продумывать, чем воспользоваться, каким вычетом воспользоваться. И, наверное, единственное, на что хотела бы обратить внимание, опять же, с точки зрения просвещения, это то, что физические лица также могут воспользоваться вычетом, когда они осуществляют пожертвования социально-ориентированным некоммерческим организациям. Вот об этом очень мало говорят. Не знаю, по какой причине, на самом деле, потому что казалось, что это не так распространено, по большому счету. Но, как показывает практика, у нас огромное количество людей, да, просто среднестатистического человека, который помогает, жертвует, и жертвует, если мы говорим про год, достаточно большие суммы, но при этом не знает о том, что можно получить налоговый вычет. И, на самом деле, очень бы хотелось, чтобы как бы как можно больше людей, во-первых, помогали, но это и так уже очевидный факт, и это подтверждается и статистическими данными, да, которые мы видим. И очень бы хотелось, чтобы вот ту возможность, которую государство дает, ведь именно для физических лиц, не для организаций, да, именно для физических лиц, чтобы, ну, хотя бы в этой части на что-то возвращалось, да, хотя бы вот в небольшом проценте относительно, собственно, потраченных сумм, потому что это либо фактически произведенные расходы, да, 13% с фактически произведенного расхода, именно пожертвования, либо не более 25% от фонда оплаты труда, ну, как бы одна, четвертая, да, в этой части все-таки размер тоже достаточно существенный. Да, 25%? Да, да. Все-таки, как-никак, ну да, то есть, естественно, разобрать все тонкости, нюансы, это значит стать специалистом по-настоящему, дипломированную разбираться в этом, но мы надеемся, что наш гость, а я напоминаю, что у нас в гостях кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности и налогообложения Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета Солмина Светлана Витальевна, смогла, если уж не раскрыть полностью эту тему, что, естественно, мы не сможем сделать ввиду временных ограничений, но хотя бы заинтересовала вас, поскольку эта тема является на данный момент достаточно важной, и о ней нужно говорить и стараться изучить данную, ну, что уж тут говорить, дисциплину по налогообложению. Мы разобрали, что такое налоговый вычет, какие действия вам нужно предпринять, чтобы воспользоваться данным социальным благом, который дается нашим государством, именно напоминаем. Первое, вам нужен личный кабинет налогоплательщика. Второе, вам нужно просто не забывать, что у вас есть дети, и предупреждать вашего работодателя и предоставлять ему всю соответствующую документацию о том, чтобы получить именно вычет при уплате налога на доходы физических лиц, НДФЛ сокращенно, и, естественно, вести подробный, наверное, еще список расходов, в том числе медицинских, образовательных услуг, просто об этом буквально не забывать. И что уж тут говорить, изучать налоговое законодательство нашей необъятной страны, ну и не бояться и действовать. Так ведь? Да, все верно. Мы рады были вас видеть, Светлана Витальевна. Спасибо большое за приглашение. Большое спасибо, что пришли. Мы будем рады вас видеть в следующих выпусках нашей передачи. С вами была передача «Под парашютом». И вы находились, находитесь, и, надеюсь, будете находиться под защитой экспертных знаний наших гостей, как под парашютом. «Под парашютом»